Завершилась важная политическая кампания, которая длилась в стране в течение месяца. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени на всех избирательных участках области. После объявления председателем участковой избирательной комиссии об окончании выборов началась процедура подсчета голосов. На избирательном участке номер 512, расположенном в средней общеобразовательной школе 26, зарегистрировано 2704 избирателя. Председатель участковой избирательной комиссии Лязат Костуганова заявила, что выборы прошли максимально открыто и прозрачно с соблюдением всех санитарных требований. На участке работали наблюдатели, которые могли видеть весь процесс голосования непрерывно. Эти выборы немножко по-другому проходят, так как все-таки карантин, время карантина. Потом сегодняшние погодные условия тоже немножко подводил. И, несмотря на это, активно шли наши избиратели. Если с утра в основном были пожилого возраста наши избиратели, то к обеду уже наши молодые, наши выпускники пошли. Вот уже заканчивается, немножко времени осталось с ноль. Я думаю, активно, сознательно все проголосовали. За избирательным процессом на всех участках следили наблюдатели. В помещении они входили вместе с членами избирательного участка, убедившись, что к процессу голосования все готово. Опечатаны прозрачные пустые урны, подготовлены все защитные средства для избирателей. Вместе с членами участковой комиссии они покинут места голосования только после процедуры подсчета голосов и составления соответствующих протоколов. В целом по городу отмечается хорошая избирательная активность. Об этом говорят и члены комиссии, и наблюдатели. Участок 268 расположен в колледже имени Жаханши Дусмухамедова. Здесь зарегистрировано 1529 избирателей. Представитель Уральского общества независимых наблюдателей Эгири Морозалеева отметила, что весь избирательный процесс на участке проходил в соответствии с требованиями законодательства. На 268 участке я работаю с утра. Мы наблюдали за всем процессом. Как проходило голосование, как проходила регистрация избирателей, как скрывались урны и вёлся под счёт голосов. На этом участке всё прошло в рамках закона, и никаких нарушений мы не зафиксировали. Таким образом, политическая кампания завершилась. Как и все граждане страны, жители Западно-Казахстанской области сделали свой выбор. Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты выборов через несколько дней. Екатерина Шмидт, Алтанбек Нашкалей, Файдос Кисимов, телеканал Акжаик.